Ава, с вами Юлий и мой половой партнер Кузьма. Че, блин? Я просто хочу больше места на диване, а ты так будешь двигаться, если я к тебе пристегл. Какое место больше на диване ты занимаешь? Я расстегиваю шериль. Бля. Сегодня мы с Никитой. Мы смотрим по делам несовершеннолетних. Здравствуй, представься, пожалуйста. Чумаков Иван Петрович. Говорящая фамилия. Да вы во всей классике говорящие фамилии были, и знаешь что? Сейчас делать говорящие фамилии дурно в вкусе. А че он Чумаков-то говорящие фамилии? Ну типа Чума, он Чумовой. Угарный чувак. Ну ты видишь, как он выглядит? Наверное, это рэпер, и друзья у него рэпер. Друзья, полных лет сколько? Семнадцать. Семнадцать? Ханзамай старше. Ему тридцать пять, но Ханзамай моложе этого ребёнка выглядит. Какой семнадцать лет? Меняешься по части 2 пункт УЗ статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации о умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Так 17 ноября 2017 года ты подкар... Наверное, лещи Галата давал поймать виновну. Или на версии подрался с кем-то. ...пулил Эдуарда Зуйко в переулке, ударил его арматурой по голове. Нихера в семнадцать лет. Тоже его ночью на улицу-то отпустил? Слушай, кажись Руси Гетельман сейчас сидит на скамье подсудим. Только батя выглядит как-то странно. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и утратил зрение на левом глазу на 40%, признаю, что... Должен его понимать сейчас. Я не настолько плохо его вижу. Да, всё именно так. Я МС дохлый, лучший рэпер в районе. Всё, не надо, давай, мы профессионалы. Мы профессионалы. По профессиональному его оскорблять? Нет, давай послушаем, что скажет. Ну давай, чувак. МС дохлый. МС дохлый. Ну чё, хайпанём? Не гони. БЛЯЯЯЯЯЯТЬ! Мне нравится. Насколько у телевизионщиков отдалённое понятие того, что происходит. А думаешь, они вот так видят? Может они так издеваются? Типа угорают? Бабушки так видят. И мы так сделаем для бабушек. А, ну то есть они прошаренные на самом деле? Да, ну делают для бабулик, типа. Давайте назовём его как-нибудь там. МС Мунспик, блять. Не-не-не-не-не, бабки не поймут. МС дохлый, вот как Петросян, помнишь? Эй, девчонки, в тринадцатом ряду. Ты много на себя берёшь, а там, где возьмёшь, там и потеряешь. Ёбаный брод! Братан, это что, рэп-суд? А Разумовский будет считать? Бля, я надеюсь. Ничто, отвечай. МС Баба круче, раунд. Знаешь, это вот... Блять, братан, у меня так сейчас припекло, нахуй, что я... Это тот момент, когда сценаристы, ну, видимо, на клей перешли. Денег давно не платили, на кокос денег не хватает. Они такие... С макетами клея сидят. Чувак, 796 выпуск, я думаю, это скорее причина, почему появился этот выпуск. Глохни, МС Баба. Сейчас я речь толкаю, а именно в этот момент я... Сейчас Димас-то придёт, всех порешает. Шинкую твою толстую тушу, и по морозильным камерам её раскидаю. В общем, в этот вечер... Ты видел? Адвокат гасится. Разумовский не пришёл на такую хуйню. Даже Разумовский, блять... Это слишком... Это точно проиграет. Мы решили собрать на районе очень крутой батл. Приехал какой-то тип из моих... Я поаплодирую Сыдье за то, как она с каменным лицом умудряется... Мне кажется, Антон, я видел гнойного Окси. Я за Окси. Ну это, это прямо очень... Носквы по кличке Жёсткий. И с ним была какая-то странная девочка. Мой рэп был объективно круче, чем у МС Бабы. Но ребят... Поэтому я пизданую его арматурями по голове. Теперь он полуслепой. Йоу. Меня засудили. Они на слово интересно хотят. Куда они стремятся попасть? На рэп ю батл. Или РБЛ. Как бы не обиделся, всё продолжали тусоваться. Это новая лига на домашнем. Вот это типа. Любите батл рэп. Но вы кринжовый парень. С вами стыдно появляться на улице. Приходите на домашний. После батла... Танцевали с девушками. Читали, продолжали рэп читать. И всё было круто, пока этот белый не начал оскорблять мою мать. Блец. Он чё сказал? Этот белый. Этот белый. Ёбаный ты бро. contribute at the same time Они будто посмотрели перед тем как писать сценарий, Они такие, нужны референсы, референсы. Очень страшное кино. Отчего будем отбиваться, А они такие, восьмая миля. О, свежак! Не, не, они такие, не это лучше пародия на восьмую миля. Они смотрят пародию на восьмую миль. Они потом пишут, это говно. С этого и началась заварушка. Я просто ударил его. По макушке. Он в ответ меня ударил ещё сильней. Началась заварушка. Я увидел на дороге кусок арматуры, и не растерялся, взял этот кусок арматуры и врезал ему прям по черепушке. Потому что все мои друзья знают, я никак... Да, Марич, подсудим, вы идиот! Я не встречала более тупых людей, хоть это и выдуманное шоу, вы виновны! Вы сами признали, чтоб вас посадили по-настоящему! ...ногда не прощаю, если кто-то оскорбляет мою семью. Да. Мы не будем оскорблять семью этого человека. Мы будем оскорблять всё остальное, кроме себя. кроме семьи то есть прокурор ну как-то наверное доложить обвинение так уважаемый суд конечно же я вам переведу стиха на русский язык вот всю эту билибердятину которые они здесь пытались нам донести в общем 18 ноября 2016 года подсудимый потерпевший встретить на площадке на модном вот этом у молодежи у молодежи модный рэп-баттл ой ну я рад что я смогу в тайтл поставить рэп-баттл прошу прощения не рэп-баттл а реп-баттл на модный у вас молодежи и так называемых судей и зрителей зовут их в простонародье как они уже сказали один эмси дохлый другой эмси баба эмси баба хочу же не эмси древо очко там не иное прозвище уважение почему-то не вызывает по-настоящему они конечно же это подсудимый чумаков и потерпевший зуйко после того как они вот эту билиберду сыпали друг дружке в уши вот это сидит думаешь батя может это мне кажется ресторан от мира их батоллиги признан потерпевший был признан победителем вот этого всего но подсудимый естественно как бы не стерпел он считал что его билиберда она все-таки как бы более билибердовия она не угорала с эмси дохлый такая билиберда билибердовия вот это я отплачил билибердовия да вот я жил как на более взрослый царь это чутко подействовало пользуется арматурой чтобы доказать это ну вот возвращался нас потерпевший состояние алкогольного опьянения домой с этого баттла вот а там поджидал подсудимый с арматурой вот и как говорится ударил его по голове согласно судмедэкспертизы потерпевший получил закрытую черепно мозговую травму испугавшись содеянного подсудимый довел он получил черепно мозговую травму это никак не повлияло на его стихи осмысленней своего рэп товарища до травпункта где ему была оказывана миссисская помощь а также сняты побои но уважаемый суд вы понимаете арматура так воздействовала на как говорится череп рэпера что у него на следующий день случился микроинсульт ааа я думал он сейчас скажет что он говорит стихами теперь только это было бы супер круто нет было бы еще весьма теперь он ощущает себя известным гангстер рэпером тупаком шакуром чувствительность в ногах и руках и собственно рэп читать то уже не знаю будет или нет судмедэкспертиза опять же говорит доктор такой эмщи баба ваши результаты готовы к сожалению вы больше никогда не сможете читать рэп неееееее травла микроинсульт повреждены у него зрительные нервы потеря зрения в левом глазу 40 процентов ну может хоть меньше жратвы видеть будет похудеет себе новый ник возьмет не эмси баба а там эмси ромовая баба хахахаха да классно я отмочил панч за панчу вам молодежи нравится какая-то кузьма панч ставь лайк за панч крутое название для шоу кузьма панч кузьма панчет кузьма панчет кузьма панчет кузьма панчет поэтому уважаемый суд просим назначить наказание реальное да нормально все сидит вон ну слушай да я вообще не а вот среди рэперов не считается зашкварным доносом писать вот оксимирон не писал донос на жигана типа даже галат ничего не писал на демасту а этот стукачок эмси баба ну поэтому и баба ну да стукач ссаный блять толстушка блять лишение свободы потому что ну преступление все таки умышленное ну три года это же вообще хуйня чел за три года ты посидишь ты успеешь столько книг почитать ты только за три года привыкаешь к зоне блять только к этим понятиям и прочее ты поверь тебе будет только лучше там класс ты вклад сделаешь в банке выйдешь через 10 лет там столько денег чувак там в общак надо просто типа прийти в общак что-нибудь делать не в банк ну в общак да типа в общак положишь что-нибудь все нормально будет живется каждый месяц отстегивай в общак то есть все что тебе приходит надо обязательно в общак кидать чтобы все могли как бы позавтракать поесть но преступление все таки умышленное скажи пожалуйста Эдуард так все и было пис всем я пришел за победой и морем позитива но господи мы очень много будем останавливать да мы шесть минут после шесть минут это почти половина почти половина тебя никто не считал нормальным чем больше он читает стихи тем больше я понимаю второго который ударил его арматурно у него флоу просто хромает я не пал такое нахуй даже на какой-нибудь тебя шмырили на тебя плевали и в отстой превращали ты кушаешь омлет а я атлет ты говоришь что ты лучше всех не двойные даже это на ходу придумал я читаю рэп лучше меня нет я толстая ms баба я делаю текст крутых и смотрю на зачетную телочку суде ХОХОХОХО!!! Десятку, mukень! РУССКИЙ ХИЕЛЬМАН! ПЕРЕГНУЛ НЕМНОШКО APPLAUSE Респект и уважуха Эдик, давай теперь как-бы вот Давай теперь попробуем шее таки говорить нормальным языком А нормальным языком я тебя попрошу говорить ээ fel по- делу Значит, скажи, пожалуйста, ты вам нападал на тебя? Слушай, с другой стороны Абсурдность всего происходящего можно обосновать тем, что это по делам несовершеннолетних Малолетки, дети вообще ебланы. Ну да, это же 17-летние. Да, чувак, если тебе нет 18 лет, ты, ну как я не знаю, как инфузория туфелька, к примеру, или там, я не знаю, барсук. Ну, примерно так, то есть твое поведение, ты можешь что угодно, ты можешь разрисовать стены говном, и тебе ничего за это не будет. Говно, барсук и говно, смешные слова. Рифмы это моя жизнь, а судела это зависть, судела такова, дохлый вломил арматуры по моей черепушке. Он даже не в рифму говорит. Блять, братан. Это рэп-суд. А давай делать реакцию в стиле рэпа. Мы смотрим это говно. И лучше нас нету. Нет, я не смогу так долго это бля. Это Ёлика Кузьма. Сейчас на улице зима, очень холодно мне. Воааау! Вот это Панч. Я запанчивал. Панч, ура. Теперь ограничен обзор и дергается глаз. Говоришь о том, что у тебя серьезная проблема! У него инсульт был. Инсульт, да? у него не работает глаз у него да 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 он рэпом отчитает но он прям живет рэп ну да он любит рэп несмотря на то что именем очень плохо но это не айс раньше мы были друзьями теперь не то что врагами а просто худшими чуваками спасибо да баба заглохни ты крут только на словах твой рэп это не что так в реальном суде это бы сразу заткнитесь нахуй блять мы вас как нахуй соколовского блять будем просто ай право потюр правильно блять право он говорит ты крут только на словах ну разве не в этом и суть рэпа да типа они же словами там рифмами рэп может быть а вот гэнгстер гэнгстер ты должен быть не только типа на словах хорошим и ствол блять всегда иметь при себе такой не одобряем потому что он не подтверждается никакими поступками о каком зоже ты можешь говорить вообще ты посмотри на себя какой ты жирный лохопед ты настолько жирный зож лохопед зож ну видимо он рэп про зож читает он сказал что он атлет точно я вспомнил жирный что твоя мама каждое утро вместо тебя использует жир слушай ну сколько можно уже хватит хватит ребят давайте уже нормально будем разговаривать ребят вам три года сидеть серьезнее будьте у вас жизнь ломается сейчас я его посажу и тебя инсультник тоже половина работы была для вас закрыта настоящих пожалуйста хватит рэпом читать давайте попробуем хоть что-то интересно есть такие люди которые стараются всегда рэпом отвечать ну как рэпом рифмами да оксибирон да не знаю но было бы очень стыдно алексеевна скажите пожалуйста вы нормально разговаривать или тоже сейчас что-то начнется ваша честь вообще абсолютно нормально разговаривать почему же дома ваня нормально разговаривает а придя в суд и понимая что ваню так сказать в тяжком преступлении обвиняют он себе такие вещи выдает он чтец рэпа но бывает рифмует но я уже привыкла вами вообще ваш честь хороший добрый талантливый я вижу у него хорошие отзывы материалы дела характеристики хороший в соц карте указано что он победитель слушает все это значит истец у нас может быть видишь говнеца то в нем много может поместиться возможно ходил музыкальную школу занимался на фортепьяно потом вписался вот эту чтец тусовку рэпа забросил фортепьяно и начал писать стихи глупо что телевизионщики пытаются демонизировать дела несовершеннолетних мы требуем выпуска где вы судите несовершеннолетнего блогер да и разумовский защищает я загриферил свой дом который ты у меня украл когда я прописал тебя на своем месте ваше честью майнкрафт книга запрещена на территории россии попрошу по осторожно ничего не делают плохого не пьют не курят но собираются во дворе читают рэп выкладывают в инстаграм видео какие-то лайки там собирают я не очень в этих субкультурах понимаю но это все лучше чем наркоманить по подвору скажите пожалуйста вот иван эдуард они раньше конфликтовали между что вы они вообще были лучшие друзья и вообще не понимаю как получилось так что ваня эдуарда ударил но видимо сгоряча знаете как бывает когда поражение потерпит ну нихуя себе сгоряча арматуриной ударить сидит такой вот и спокойно спокойно ваша честь это инсульт и он начинает знаешь либо делать или как хуйня называть тем более итогом этой победы который видео они собирались выложить в интернет была поездка в штаты ну там изучить культуру этих рэперов ну что то такое я думаю что если бы хоть на одной нормальной площадке была подобная победа намного больше участников да и там они во дворе блять поцаки где-то да и там не такие участники бы были которые такие стихи читают и бросил он довез его до травпункта помог им я думаю тоже настоящий адвокат выглядит довольно статно прикинь типа подменяет разумовского он еще хуже чем он типа это лучшие друганы у них вообще фирма двойная разумовский такой разумовский аксенов этот сегодня сегодня у меня давай разведемся подмени меня аксенов твой выход аксенов мой шанс я вообще считаю что вина в том что у мальчика случился через сутки микроинсульт это его родители которые отказались от госпитализации вообще не понимаю почему только ваню обвиняют вообще-то эдуард тоже не ангел два года назад он вани сломал палец но мы что-то не побежали обращаться в полицию родители пришли извинились мы приняли эти извинения не стали портить жизнь это просто представьте это не просто звучит страшно это действительно очень страшно арматура это железо железо но очень жестко и тяжело а голова относительно мягко это можно просто нахуй черепушку право на потом инсульт и приводить но извините в прошлом году были он палец сломал ему мы чет не побежали как настаивать на то чтобы его наказали это дети всяко случается поэтому отстаньте уже от детей это искусство и вообще вот вы в свое время то наверно тоже в тихушку от родителей покуривали дрались не бежал никто в суд это сейчас все умные вам скажи мне пожалуйста ты сам так а мама такая прошаренная типа до курю я шарю я шарю мы тоже покуриваю как вы конечно этого не было что ты мог просто-напросто убить этой арматурой смысл моего поступка был в том что я хотел проверить голову этого белого на прочность ну и блять отъедешь ты проверил буду твою жопу на прочность но он не прошел эту проверку как вы видите теперь он потерпевший ты сам то какой черный красный так Максим Анатольевич скажите пожалуйста вы то как ко всему относитесь сначала начали они рэп по подворотням читать а потом решили сделать баттлы какие-то устроить баттлы не просто так она деньги сначала я не знал ничего жена сказала что деньги пропали потом телефон куда-то делся мс баба все из дома вынес на баттлах проебал ну ничего в следующий раз я отыграю я такие стихи пишу печка свечка мс баба приходит к бабушке бабушка где брошь какая брошь твоя жемчужина мне ее дедушка подарил украл у помещиков в гражданскую бабушка дай брошь бабушка я принесла обратно бабушка эти три такие бабушка такая точно принесешь ее наберет за руки ты веришь в меня тогда дай мне брошь мразь или я задушу тебя потом баба приходит где брошь отъебись какие баттлы предполагают взносы скорее всего мс баба тратил на что-то другое на еду судя по всему скорее мс баба ходил не на баттл рэпа на этот блять поварской баттл блять точно какой стихаря я сам дома поговорил он сказал что какому-то дохлому проиграл я сразу понял что за дохлый встретил его на улице потребовал вернуть деньги телефон а он сволочь ну так тоже нельзя ну ты проиграл он че конечно это урок твоему ну типа плевать что он их украл как бы он из своих рук мне дал заслуженное он сам отдал ну вот просто с такой ситуацией должник в карты и не дает долг на зоне его опустят он будет опущенцем зашкварен знаете что такое зашквар еще издевался надо мной и сказал что доказать все надо в общем второй разговор у меня с этим произошел на взрослым мужчиной блять издевался что он отнял шапку и такой аааа шапочку хочешь назад представь взрослому отдай блин отдай серьезно боже честь издевается чумаков отдай он вопрос поставил либо телефон либо я пойду в полицию и заявлю а сто процентов это иван бошку пробил потому что когда едик у него телефон потребовал этот жалко ему было телефона давать вот и врезал он иван виноват я считаю что он должен ответить по закону давайте вызвать эти обвинения за эту макарскую который вилочи пригласить пожалуйста макарскую елизавета судье даниил ченко прям тяжко говорить она скажи пожалуйста присутствует чувак судья даниил ченко сидит уже 800 выпусков тут естественно заебалась 800 выпусков она еще практикуешь юрист и успеет любви роман но то есть она случилась вот эта сумма больше роман уже не просто тем не менее не только меня хорошо поможешь и не так далее вновь и я уже не знаю но вновь и я уже не знаю вновь и уэшел себе что ну как это скажу я не знаю можно знакомить или вновь и не знаю я имею ввиду а я имею ввиду который так скажу главное вновь разумовского и то есть пацаны я не знаю Уважаемый товарищ Розубовский, мы рады будем вас видеть на этом диване. Ой, нет, не подумайте неправильно. Имею ввиду, просто с нами видос от Снега. Я сама в рэпе. Мой никнейм странная девочка. Всем похуй, какой у тебя никнейм? Ты, сука, находишься в суде. Салют, это Ресторатор. Пошумим, блять, слева от меня. Суть, я такой, в смысле, пошумим? Заткнулись нахуй. Вот мне МС Баба, справа МС дохлый судит сегодня МС простая или какая необычная девочка. Нормально, ненормально. Странно. И когда он понял, что сбывается, он начал переходить на маты. В принципе, это допустимо в рамках баттла, главное, чтобы рифма была красивая. Да, мы уже убедились за эти 12 минут, что они просто мастера подбирать рифмы. МС Баба начал оскорблять мать подсудимого. Для Вани это больная тема, он с детства его мать воспитывает, а он отца своего даже в глаза не видел. В общем, дохлый разозлился, давно всех предупреждал, кто будет проходить по его матери, даст табло. Ну, Баба не унимался, прошелся по его матери. Баба, ну насколько же отвратительный ник у него МС Баба. Да. На программе. В общем, Ваня набросился и побегал. Представь, как зашкварным проиграть МС Бабе. Типа, тебя Баба сделала. Да, МС Баба выбрал тебя. С трапоном в пуп. Бабу прямо там на баттле, мы их разняли. Но так как баттл все-таки состоялся, нам нужно было его отсудить. В итоге мы судье все-таки отдали победу МС Бабе, потому что он был реально крут. Леон-йон заебан. МС Баба. Ваня сказал, что урод Бабу позже, типа ему хана. А скажи, пожалуйста, а до баттла этого ребята не конфликтовали? Ну, ругались периодически, но... Жалко, она не стихами говорит. Недостаточно трушна. Недостаточно тупая, блин. С стихами на суде говорит. Ничего серьезного я не помню. Вообще, в тот день дохлый был каким-то очень странным, нервным что ли. Даже не угрожал. Мой голос был решающим в судействе. Я играю человека, который очень любит рэп. Мой ник странная девочка. Стрэндж гэрл. Знаешь, они переигрывают, она не доигрывает. Она прям читает. Вот прям очень плохо читает. Да-да-да. Я хоть подумал, что я отомстила ему за то, что он меня бросил. На самом деле... Вот таких... Ой, ты на этого чувака акцент сделаешь. Он снимает на камеру. Блядь, братан, он в натуре же снимает сейчас. Это он сольет, наверное, в инстаграм, типа, был на съемках. Я считаю, что вот таких людей, как эта девочка, их нужно, ну, типа, наказывать, штрафовать. Потому что она говорит очень монотонно. Динамика падает, и люди переключаются с канала. Ну, нельзя так... Чувак, если штрафовать людей за плохую актерскую игру... Ну, просто нельзя. Она говорит вот так, и это очень скучно смотреть. Брат, я с тобой согласен. Пофиг, с кем он встречается. Он так повстречается, потом он будет... Потом он понял, волшебство... Просто не только же на телевизоре падает динамика, она и в этом ролике падает, когда такие люди появляются. И нужно что-то с этим делать. Долго подумал, что я отомстила ему за то, что он меня бросил. На самом деле, мне пофиг, с кем он встречается. Какая же ты плохая. Он так повстречается, потом он будет... Потом он понял, волшебства не будет, и слился. Я маме вообще пообещала, что мне интимы до конца одиннадцатого класса не будут. Да, наверное, на арабаттлах все девушки такие же благоразумные, как вот эта. Так, с ней, это не для меня стихия. А ты видишь, как она глазами по тексту бегает? Нет, а где она? В суфлёр смотрит, думаешь? Ну, мне это не нужно. А вообще, честно говоря, дохлые бабы, они оба отмороженные. Оба психи, хоть и лучшие друзья. Нет, чувак, она не читает, она просто говорит так. Текст, который запомнил. Хорошая характеристика. Два отмороженных рэпера. И давайте дальше допрос зрителей другого обвинения. Его зовут Дерябина Андрея Владимировича. Пригласите, пожалуйста, Дерябина Андрея Владимировича. Как думаешь, он, типа, судья или главный чел? Я надеюсь. Я надеюсь, он тоже раповать будет. Андрей, скажи, пожалуйста, что тебе известно о конфликте ребят? Ивана Эдуарда. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Пайт Андрюша. Пайт Андрюша. Меня пригласили в судействовать батл. Они начинающие рэперы, но уже неплохо читают. Они много работают. Он прям, знаешь, такой, сука, как хочется. Сука, зачитаю. Ваша честь, я. Сука, не контролируйся. Ну, он вроде, да, держит. Да, да, но он прям... Пишет стихи, блоги ведут. У них все получается. Это разборка... Это уже пиздеж. Рэперы не ведут блоги. И блогеры не читают. Маленькая кочка на дороге. Да, большая кочка на голове от удара у него теперь появилась. Выемка. Сука, дохлый, был пьяный. Поэтому это запрещено батл. Пес сдох, девушка бросила. Сказал, что под этим делом он будет активнее читать. Покажет классный рэп. Ну, как и получилось... Я покажу классный рэп. Чувак, нет! Пусти меня. Я покажу реально классный рэп. У меня бросила девчонка. Ничего не вышло. Я говорил ему, алкоголь мешает жизни. Брат! В целом, Осибаба объективно слабее дохлого. Он не падает тебя, хули ты. Из-за этого дохлый взбесился, набросился на него. Ну что, бывает, ребята повздорили. Но я предлагаю, лично мое мнение, решить все миром. Ну, я обязательно прислушаю. Не ему, бля. И он, знаешь, такой, ну, вы понимаете, я тоже в каком-то роде судья. Слушай, а тысяча рублей штраф. Я могу вас чему-то научить. Да, знаешь, пять тысяч. Как тебе такое, MC Byte? Я называю вас на баттл, судья. Слаблевым ребятам, хотя, уважаемому суду, это не очень нравится. Может быть, им будет понятнее, если я сделаю на их языке, ребята. Что такое? Он будет сейчас рэп читать. Будь не мог. Бля, мне так жаль, что не Разумовский. Не, Разумовский бы не опустился. Че, Разумовский, он очень крут. Он хоть и все дела проигрывает. Это было бы так круто. Хватит делать из жизни шоу. Это ни разу не хорошо. Ха-ха. Ёбан. Хватит делать из жизни шоу. Это ни разу не хорошо. Девчонка в тринадцатом году. Это точно второй чувак после Разумовского в конторе. Чувак, ты должен затачить. Мне надо в другое место. Разумовский? Неужели я справлю? Я верю в тебя. Я такую штуку написал. Там все офигели. Бля, я теперь хочу сериал про нерадивых адвокатов, которые ни одного дела не выиграли. Между реальностью и хайпом Ваня светит срок, и это не по кайфу. Остановитесь. Это реальная жизнь. Это не хайп. Это не хайп. Да, ты же адвокат. Просто даже нет условий. Ха-ха-ха. Даже судья такая. Вы че-то? Адвокат охуенный, бля. Охуеть. Охуеть. Классно зачитаю. Вау, обалдеть. Бля-я-я-я-я. Йоу, Баттл. Жизнь без риска это ничто, вы понимаете. Мы хаслим круглые сутки на районах, приходим домой, занимаемся своими делами. И тут же пишем рэп о том, как прошел наш день, понимаете? Нахуя? Это, бля-я-я, группомания. Я не вижу, что вы служите, если в этом нету драева. Вань, теперь о серьезном. Я хочу... Вань, 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 Заткнись. Заткнись, Вань. Из-за того злополучного баттла, значит, Иван и Эдик ходили на стройку, где делали селфи. Селфи это... Ай, блядь, какая хуйня. Просто всего понапихали. Они прям, как же хайпанули. Селфи, рэп, что ты из-за... Инстаграм, хайп, байт. Пусть адвокат рэп. Молодые люди залазят на какие-нибудь опасные объекты и фотографируют себя, рискуя жизнью подчас. Вот именно тогда ваш сын сильно ударился головой. И на следующий день именно поэтому он не пошел даже в школу. Вы знали об этом или нет? Вы что больницы? А это к чему это вообще? Это я к тому, что... О, закапывайся. Вы только что, уважаемый прокурор, говорили, потерпевший получил не в день баттла, а за несколько дней до этого. И получил он настройки. Это все, это аргумент. Это крутой адвокат, он не Сразумовский. А, видимо, этот... Нет, а Чумаков, видимо, на себя берет вину, чтобы быть крутым рэпером, который пизданул. А, типа, да, и который отсидел еще, типа. Ударившись головой. Так а что вы нам не отвечаете-то, Максим Анатольевич? Знали, не знали? Не знал я, конечно, но он лоб здоровый, а там в школу уже ходит. Да у него не лоб здоровый, а, блядь, пузо и жопа. Чего мне одно ходатайство? Я прошу выговорить сюда свидетеля Лукина Матвея Анатольевича. Это третий свидетель, который дал, типа, бал за МС дохло. Обстоятельства получения травм. Пригласить, пожалуйста, Лукина Матвея Анатольевича. Бля, мне кажется, это люди, которые не прошли ни на Версус, ни на Слово, но приехали в Москву, да. Ну ты сволочь, баба. Давай признавайся, то что ты сам на стройке навернулся, когда хотел селфи сделать. Ты моего в рот представляешь. В этом выпуске, кто бы не открыл рот, все звучит максимально вычурно, максимально странно. Постыдно. И кринжово. Матвей, расскажи-ка, пожалуйста, нам о той ситуации, при которой Эдуард получил травму головы на стройке. Ну, короче, получилось так, что дохуй вместе с бабой залезли на стройку на второй этаж. Баба хотел подтонуться для селфи, залез на осваивку, ну и рухнул с нее своей чахлой башкой. А теперь что, дохуй ему предъяву кидает. Дохуй мне вообще сказал, чувак, не приходи в суд, я сам все разрулю. Знаешь, мне кажется, Чумакова нужно посадить. Я вот тоже что-то так... Да, если он такой, чувак, я сам все разрулю. Да, я пизданула в арматуре не побольше. Знаешь, на самом деле, вот это показательный выпуск этой передачи. Потому что, если взрослые считают своих детей, вот это поколение новое, вот такими, какими представляет его этот суд, то все непонимание и весь пиздец, который исходит от детей, происходит от этого. Типа, родители, если вы это смотрите, дети не такие. Вообще не такие. Это вы прям максимальные стереотипы берете. Ну, знаешь, в чем-то дети, ну и не только дети, а подростки, молодые люди лучше, чем показывают, а в чем-то пиздец хуже. Ну да. Я за справедливость и не приговор невиновному пацану. Поэтому я здесь приснилась бабе, короче, то, что его дохуй побил. Отвечаю. Отвечаю. Слышь, кто тебя вообще просил сюда приходить? Ой, как плохо. Чувак, давай устроим хайк. Слышь, ты реально меня надавил? Это, блядь. Слышь, закрой, понял, лохофед. Бля, какая камера такая идет, зацени прямо. Сейчас вы отсюда ты онлайн-трансляцию ведете. Куда пошел? Еблок. Дом 2 перепут. Ты че, еблан, что ли? А брат, ты вернулся? По затылку. А че, думаете, я штанишки обмочил сказать? А я скажу. То, что дохуй специально договорился с бабой выставить дохлого виноватого, туса сейчас ведет онлайн-трансляцию из зала суда. Это тот хуй! Блядь! Блядь! Это хуйня! Блядь, это вот этот хуй, который с телефона был? Да, вот так сидел. Вот почему акцент о нем взяли. Прям ружье Чехов. Это да, это браво. Какую еще онлайн-трансляцию? Пристав, посмотрите подсудимого и потерпевшего на предмет какой-нибудь видеокамеры, еще чего-нибудь. Телефоны, может быть, какие-то у них. Давайте-давайте-давайте, мальчики. Опа, ну-ка! Блядь! Как бы мне не привлечь к себе внимание? А, точно. Я просто иду в помещение, где 10 человек, никто не заметит. В разгар судебного процесса. Телефон, что там у тебя, код, отпечаток, отпечаток, все, на лавку. Телеграм, открой! Твой секрет чья-то... Уважаемый сук. Свидетель. Свидетель, да. Сука, хотел сказать. Братан, мне кажется, этот выпуск самый крутой за всю историю передачи. Да, это прям вышка. Это просто, они все испулют. Но мы многого не знаем, может, это не самый крутой выпуск. Пишите в комментариях. Почему такая крутая телепередача не так известна? Хуй его знает. Но мы стараемся, мы популяризируем. Тут же полный пиздец. Онлайн-трансляция у нас идет в зале суда. Полтора миллиона просмотров мы уже... Полтора миллиона про классных хайпанных. Да. То есть у них своя... Вот бы они создали на домашнем передачу реально про вот этот рэп-баттл. С вами имеем, да, пристав. Это мой рэп такой популярный. Смотрите, потом в комнату охраны его. Отлайкать. За что? Кумтат хайпанных. Лайкаем его, блядь. Уважаемый суд с вами. Ну это приятно очень. Полтора миллиона лайков набрали мы. Просмотров или лайков, определитесь. Он сейчас еще такой, знаешь... О, в вашу честь, тут пишут, вы симпатичны. Жалую, прекращу. Ребята, пока. Это больше не продолжится. Дед какой-то... Да... Блядь, тут все плохо. Они такие, мы все понимаем. Мы с молодежью на одной волне. Ребята. А в хэштег рэп. Пока-пока. Лайк. Чья из вас это была затея? Да на самом деле, это была общая идея. Мы просто хотели хайпануть. Вы сами понимаете, это нечто необычное. Баттл прям в зале суда. Мы просто забрали то, что должны были забрать. Мы сделали то, что хотели. И теперь все довольны. Всех хайпанных. Всем спасибо. МС Баба, мне кажется, такой прямой. Ой-ой. Ой-ой-ой. Че ты? Упс. Никто никого по голове не бил. Хайпах хотели поймать. Хайпанных. Соймали. Я слушаю тебя, Эдуард. Кто ж тебя по голове-то ударил? Че ты мы угораем? Блин, ты че ты. Знаешь, ты кому похож? Помнишь, была реклама каких-то батончиков? И там чувак типа говорил щетка, а откусывал такой щетка. А если честно говорить, то мы просто хотели хайпануть. Мы хотели сделать онлайн-трансляцию. Блин, ну МС Баба такой добродушный. Комментов. Челик. Из этого всего, чтобы получилось крутое шоу. А-а-а, ну сейчас он говорит нормально, потому что не под запись. А тогда они говорили кринжоу, чтобы типа под онлайн-трансляцию. Это гениально. Я дохлый не бил по голове ничем. И это я сам ударился, а сделал сэлфи. Упал, ударился, бывает разбил голову. А-а, а сколько ему лета, товарищ прокурор? Кому? Ему уже достиг возраста при лечении к ответственности. Очень хорошо. Очень хорошо. Все, чувак, ты был крут, спасибо, мы сделали это, мэн. Сиди сам, брат. Какое шоу вас ждет, парни. Я даже для этого, вот поверьте, вот пойдет суд вот прям вот вам, вот исключительно для вас. По этой статье я обычно не закрываю, а у вас будет исключительно. А мы тут кое-что подкрутим, как Навального, и вас нахуй закроем на 10 лет, блядь. Вы-то трансляцисты, парашвисты. Вы, блядь. Сейчас мы тут подкрутим, мы как бы на прямой говорим. Чумаковам Ивана Петровича по части 2 пункта УЗ ст. 111 УК РФ оправдать за отсутствие события преступления. Трич прокурор, материалы дела направляю вам для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности Чумакова Ивана Петровича, Зуйко Эдуарда Анатольевича по статье 307 УК РФ. Поэтому вам будет очень весело, очень... Ответственность за дачу ложных показаний. Ооо, это же серьезно. Серьезно? Ну, чувак. Либо арестом на срок до 3 месяцев. Ну, то есть... Ну, не, ну, чувак, 3 месяца, это ты все забудешь сидеть. Ну, да. Но все равно, это, наверное, одна из самых крутых серий, что мы видели. Да, да, хайпанули, конечно, знатно, ребята. Да, хайп! Да, если вам понравилось, ставьте лайк, если хотите видеть еще больше таких же выпусков. Переходите на канал Кузьме, там вышел новый подкаст, балдежный подкаст. Подписывайтесь на наши каналы, всем пока. До свидания.